Всем привет, с вами Егор Иерушин. Да, на мне нет моего обычного петличного микрофона, звук из жопы, попробуйте не обосраться в связи с этим, окей? Сейчас говорят о том, что будут закрывать, возможно, YouTube в России, монетизация через YouTube уже не идет. В связи с этим я хотел бы очень сильно вас попросить подписаться на мою страницу ВКонтакте, на мой Телеграм-канал, а также на мою страницу в Инстаграме, потому что если что-то случится с YouTube-каналом, тогда ролики будут выходить там. Неужели вы думали, что я новостей про блингов вам не буду рассказывать просто из-за того, что YouTube уйдет? Нет-нет, не беспокойтесь. Поэтому да, все это будет в закрепленном комментарии под этим роликом, обязательно подписывайтесь для того, чтобы мы с вами не потерялись. Сегодня, как вы, наверное, могли понять по названию этого ролика, мы будем обсуждать новый альбом, долгожданный альбом группы Bad Omens под названием Death of Peace of Mind. Мы уже обсуждали, собственно, первый сингл с этого релиза, остальные синглы я не обсуждал, потому что были другие темы, и, если честно, мне было не настолько интересно. Однако этот альбом вызвал некий такой всплеск интереса, и поэтому, разумеется, я как коршун налетаю на эту хайповую тему. Плюс вы написали мне примерно все сообщения мира, да, о том, что да, что я должен его послушать, чем я, собственно, сегодня и займусь. Но перед тем, как обозревать альбом группы Bad Omens, я буду рекомендовать вам начинающую группу, и в этот раз у меня для вас прямо реально конфетка. Группа Without Me, да, я не знаю, назывались ребята в честь песни Минемы или нет. Это московский Metalcore коллектив, они мне в тех заданиях написали, что они пост-хардкор, они на самом деле не пост-хардкор, хотя решите сами. Меня, ребята, очень удивили, более того, я даже заметил их релиз до того, как они написали мне. Я нашел его сам, и меня очень приятно удивило их смесь, во-первых, русского и английского. Конечно, над акцентом в английском нужно немножко поработать, но вообще звучит очень круто. Очень качественный звук, классные треки. Ребята вполне могут посостязаться со всей российской сценой из верхов, я считаю, уже с самого начала. Я уверен, что у них все будет хорошо, особенно теперь, когда импортные группы точно в Россию не поедут. Обязательно чекните их по всем площадкам, по ссылкам в описании. Напишите им, что вы от Ярушина на постах. Не забывайте, что когда вы переходите по вот таким вот ссылкам, вы поддерживаете частый выход роликов на этом канале, а он все еще какой-то есть, несмотря на всю эту ситуацию. Спасибо. Итак, альбом Death of Peace of Mind от группы Bad Omens. Вы ждали, я знаю, этого альбома очень долго, в нем 15 треков, длится он целых 53 минуты, что для нынешнего тиктоковского времени чудовищно долго. Интересно, неужели это 53 минуты и 15 чистых бенгеров и ни одного филлера? Давайте узнаем, послушаю, спойлер, нет. Но давайте начнем по порядку, не будем забегать вперед. Первый трек называется Concrete Jungle. Большими буквами, некоторые треки здесь написаны большими буквами, некоторые маленькими буквами все, а некоторые нормально. Так вот, Concrete Jungle написано всеми большими буквами. Мне он очень-очень сильно с самого начала напомнил бондовскую песню от Adele, по-моему, она называлась Skyfall, потому что она была к фильму Skyfall. Мелодия очень похожа. В общем, этот трек до половины это электроника атмосферная и так далее, потом начинается немножко кача и нам показывают, собственно, брейкдаун. Таких брейкдаунов будет, собственно, весь альбом. Хороший опенер. Я бы не сказал, что он сильно отражает то, как звучит весь остальной альбом, но в качестве опенера совсем неплохо. Второй трек называется Nowhere to go. Очень бодрая композиция в особенно контрасте с предыдущим треком. Звучит достаточно интересно. Из около Drum'n'Base-овских припевов таких с электронными, такими ударными, переходит это все в пост-хардкор припевы. Тут настоящий пост-хардкор. Очень чувствуется влияние пост-малоуна, и что касается того, как произносятся некоторые фразы, и что касается вот этого блеенья. Я почему-то как-то ансамбль «Золотое кольцо» решил это спеть, а не как пост-малоун. Опять у нас такой же брейк, как, собственно, и во всем этом альбоме нас ожидают. А в самом-самом конце третьего акта мне показалось, что что-то очень похожее на мелодию из «Миссии невыполнимо» или у меня уже крыша едет, я не знаю. «Take Me First» — это первый трек с этого альбома, из той части этого альбома, которая звучит как альбом «Ама» у бренгов. Да, если вы думали, что ребята полностью ушли от бренгов, и они вообще делают сейчас непохожие, нет, это не так, все еще очень похоже. Начало — это радийный просто EDM, потом это переходит в такой небольшой ракешник, поп-рок. Если честно, трек проходится просто вот так вот, из него не запоминается совершенно ничего, уж простите, так это воспринимаю я. Про трек «Death of Peace of Mind» я уже говорил, поэтому сейчас сильно про него распинаться не буду, вы можете посмотреть конкретный ролик, я надеюсь, что я правильно показываю, где Стоска находится, про него. Трек номер пять «What It Cost» — это не полноценный трек, а «Интерлюдия», помните, мы только что про филлера говорили. И это группа «The Plot in You» от начала и до конца, это как бы тречок такой, это интро к следующему синглу под названием «Like a Veiland», к треку номер шесть получается. Этот трек выходил с синглом, с клипом, и мне не совсем понятно почему, потому что это очень странный и неровный трек, как мне кажется. Я очень не люблю смены тональности, я помню, что меня засирали из-за того, что на альбоме «Architects» был трек, вот так вот он называется, собственно, я сейчас не помню, я потом на Post-Production напишу, который мне не понравился, и мне писали, что это, конечно, доказывает то, что я совершенно ничего в музыке не понимаю, потому что это вообще у фанатов самый любимый трек, Ярушин, ты вообще... Ну, если честно, вот каждый раз, когда меняется в треке тональность, мне это режет по уху, и мне это, ну, мне кажется, что это делает просто трек неровным и неприятным для прослушивания. Также у трека совершенно какой-то непонятный припев, я вообще, я этого трека не понимаю, и зачем мы его сделали синглом, не понимаю тоже. Про более подходящие для синглов треки мы поговорим чуть позже. Седьмой трек под названием «Bad Decisions», такой меланхоличный. Полностью электронный, если честно, таких еще будет парочка, забегая вперед. Вновь ужасно сильно напоминает «The Plot in You», опять я должен сказать про Пумс Малона, я слышу его буквально в каждом, в каждом вот этом вот блеянии. Восьмой трек под названием «Just Pretend». Как по мне лично подходит как сингл к этому альбому, и вообще как сингл у любой группы на любом релизе, гораздо больше, чем «Like a Villain». Он взрывной, он запоминающийся, у него абсолютно бомбастический припев. Один из самых прикольных треков на этом релизе. «The Grey» сразу вспоминается Шафар и его «The Black». Тоже выходил с синглом, не помню с клипом или нет. В очередной раз должен сказать про Пумс Малона, потому что вот эти вот... Да, это постмалон просто один в один видно, что Ной прямо вот заслуживается просто вот как медик в ушки ему летит. Здесь материал постмалона сейчас. Вот этот трек, во-первых, он очень хороший, а во-вторых, он прекрасно показывает срез всего этого альбома. То есть, если синглы воспринимать как то, ну, чтобы показать, типа, как звучит альбом, вот это вот оно. Еще да, припев хотел очень похвалить. Припев классный, с надрывчиком, мне нравится. Десятый трек, «Who are you?», еще один трек, очень похожий на Ама. Все записано на шепоте, ничего не запоминается совершенно. Одиннадцатый трек, «Somebody else?», еще один трек, похожий на Ама, весь записанный на шепоте, ничего не запоминается совершенно. Вам кажется, что Ярушин на постпродакшене просто одну и ту же фразу подставил? А нет, просто это, в принципе, одно и то же. Ставить два исключительно электронных трека вот так вот за собой, вот таких вот филлера откровенных, это, конечно, решение достаточно сильное, то есть, для этого нужно иметь определенные яичишки. Но, возможно, это кажется так только мне, возможно, слушатели и, главное, слушательницы, Бэд Оманс, они мне сразу же объяснят, насколько я неправ и насколько я дурак. Следующий трек, «IDWT» из знак доллара или «I don't want the money». Что касается более экспериментальных треков на этом релизе, однозначно не хуже «Death of Peace of Mind». Запомнился лично мне чуть ли не больше всего остального альбома. Также у него достаточно крутой текст, обязательно почитайте, если вам хватает знания английского, там он обсуждает то, что, собственно, Ной поет о том, что он не будет делать вид, что ему нет дела до денег и что вот он весь такой обосраться художник, он так видит и, собственно, он все еще, ему все еще интересно посчитать капусту. «Очередная электронная интерлюдия», сколько мы уже филлеров насчитали, треков 4, 5, ну, короче, если выбросить все, был бы обычный альбом на сколько, 35 минут. Жанр это интерлюдии, это какой-то, не знаю, саундтрек к думу, что ли, я не знаю, с чем еще это сравнить. Не знаю, synthwave, может быть, с гитарами, не знаю, мне кажется, что вот без этого, без вот этих вот филлеров альбом был бы значительно более стабильным. Ну, возможно, опять же, это завистник Ярушин ничего не понимает в музыке. Четырнадцатый трек «Artificial Suicide», насколько я помню, это был второй сингл с этого альбома вообще. Выпустили его, насколько мы сейчас после того, как уже вышел альбом, понимаем, исключительно для фан-сервиса, для того, чтобы показать людям, смотрите, у нас еще и тяжелый материал есть. Но, как мы только что прослушав весь почти альбома, узнали, это единственный тяжелый трек, больше тяжелых треков там нет, однако, вот это вот то, что они поменяли, то, что обычно у металлкорных групп экстрим и чистый припев, типа экстрим в куплете, а припев на чистом поется. Тут поменяли, тут на чистом, значит, куплеты, а припев, типа, получается на экстриме. Интересно. Сингл абсолютно имеет место быть, но, как мне кажется, не очень подходит, опять же, для среза, исключительно для фан-сервиса. И последний, пятнадцатый трек под названием Miracle. Я не скажу, что он плохой, но это буквально в цвет просто ама. Как будто вот Ною дали на один трек, вот прям полностью один в один сделать трек под брингов, но просто, типа, другого периода Ною тоже растет и смотришь, что бринги растут и так далее. Поэтому, да, до половины это абсолютно ама, любой просто трек с ама, кроме синглов, да, а с половины начинается один в один просто Переса Али. Вот отвечаю. К концу, правда, это все меняется, распадается на такие молекулы, как будто истерия такая некая получается. И на этом, собственно, этот альбом и заканчивается. Лучший ли это альбом группы Bad Homens? Однозначно. То есть, вот мне он понравился гораздо больше всех предыдущих их работ. Лучший ли это альбом года? Ну, ребята, сейчас март месяц, и, как бы, если честно, я надеюсь, что нет. Потому что, ну, как минимум мы еще не выпустили Сэмбис альбом. Нет, а если кроме шуток, то если нас, Путин, конечно, всех не разбомбит ядерной боеголовкой, то я надеюсь, что мы еще релиза послушаем. И не хотелось бы сразу водружать на этот альбом корону самого лучшего релиза. Но 7 из 10 я готов этому альбому дать. Если бы не было филеров, я... Это моя обычная мантра. Если бы не было филеров, альбом понравился бы мне больше, и вообще он был бы лучше. Я так считаю. Что же вы считаете по поводу этого альбома? Пишите обязательно в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на все мои соцсети, которые указаны в закрепленном комментарии. Ставьте этому ролику лайки, распространяйте его среди жителей своего ЖЭК, как говорится. С вами же был Игорь Ирушин. Увидимся с вами через пару дней. Пока.